Присвоение номеров проектов кораблей и судов в России. 18 февраля 2019 года. bmpd.livejournal.com Присвоение номеров проектов кораблей и судов в России в номер 12 за 2018 год. Газета «Крыловский вестник» корпоративного издания в ГУП «Крыловский государственный научный центр» КГНЦ. Под заголовком «Корабельная нумерология» или «Эксклюзивное право давать номера» было опубликовано интервью начальника отдела промышленного и технологического анализа КГНЦ Дмитрия Спивака о порядке присвоения КГНЦ номеров проектов кораблей, судов, катеров и плавстредств, проектируемых и строящихся в Российской Федерации. Материал выложен на веб-ресурсе. Большая атомная подводная лодка специального назначения БС-64 Подмосковья проекта 09787 во время заводских ходовых испытаний после переоборудования, 2016 год. Лодка была переоборудована по проекту, разработанному АУЦентральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» из атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-64 проекта 667БДРМ-С. Знаете ли вы, что присваивать номер проекта военным кораблям уникальное право Крыловского центра? Именно здесь, в Святая Святых, хранится журнал, содержащий свободные и занятые числовые коды. Их выборы присвоения окутаны ореолом таинственности и во многом зависят от интуитивных действий посвященного, что напоминает культовый обряд. С этими представлениями мы обратились к начальнику отдела промышленного и технологического анализа Дмитрию Спиваку, который вернул нас из фантастик в реальности и рассказал о фактических деталях процесса. Дмитрий, когда КГНЦ было дано уникальное право присваивать военным кораблям номера. Для удобства работы на средствах вычислительной техники и исключения выдачи одинаковых номеров различным проектам с 1981 года в судостроительной промышленности действует порядок присвоения проектам кораблей, судов и плавсредств пятизначных цифровых номеров, приказ Минсудпрома СССР от 10 декабря 1980 года. Согласно этому приказу непосредственно присваивал номера Минсудпром СССР, Гупанир. В свою очередь Крыловский центр, бывший ЦНИИ им, Крылова, вел два вопросительных знак и кратко экземпляр журнала учета номеров проектов, давал рекомендации по выбору цифровых сочетаний, разрабатывал заключения об их присвоении. По решению Департамента судостроительной промышленности Министерства промышленности РФ от 8 января 1992 года. Присвоение номеров проектам кораблей, судов и плавсредств и ведения журнала было возложено на институт. Известно, что в последнее время ЦКБ после модернизации стали самостоятельно менять номер проекта. Расскажите об этих проблемных ситуациях. Более значительной проблемой является то, что бюро-проектанты иногда дают сами номера проектам кораблей и судов, строительство которых в дальнейшем осуществляется. Причины всего две – незнание установленного порядка или нежелание его соблюдать. Первая категория – это различные мелкие дизайн-бюро и КБ. Во вторую группу попадает ряд крупных бюро-проектантов, таких, например, как ЦКБ МТ Рубин, СПМ БМ Малахит, Северное ПКБ, Зелено-Ольское ПКБ, которые предпочитают при модификации базовых проектов добавлять им литеру 955А, 885М, 956Э, 956М, 11661КТ, Д. К каким последствиям может привести децентрализация присвоения номера? По сути, децентрализованный номер, присвоенный сторонней организацией, считается недействительным и по-прежнему вакантным для присвоения его в установленном порядке. Согласно тексту приведенного выше приказа Минсудпрома СССР от 10 декабря 1980 года, Номер 0675С, проект, разработанный с нарушением порядка присвоения пятизначных номеров, считается недействительным. В чем заключается процедура и сколько стоит? Процедура относительно простая. В адрес КГНЦ поступает письмо от проектанта с просьбой предоставить номер проекту определенного образца военной или гражданской техники, содержащую в том числе краткую характеристику будущего проекта и банковские реквизиты для выставления счета на оплату услуги. Стоимость ее составляет 5000 рублей без учета НДС. В свою очередь мы изучаем журнал на предмет свободных числовых сочетаний и присваиваем, в зависимости от характера самого проекта, учетный номер. После мы направляем в адрес проектанта счет на оплату услуги, а также извещение, в котором указывается выданный номер, наименование корабля, судно или плавсредство, и организация проектант. Какие правила и логика соблюдаются? Почему дается именно тот или иной номер? В нашем распоряжении 5 журналов учета, в совокупности это 25000 номеров. Правил никаких нет и логики тоже, именно это обеспечивает определенный уровень секретности. Единственные условности, если это катер или плавсредство водоизмещением порожним до 20 тонн, то мы даем номер из первой книги, до 5000, если это подводная лодка, то мы даем номер из второй книги, от 5000 до 10000. Расскажите о частностях в этом процессе. Например, экспортные корабли в индексе имеют букву «Э». До 1980 года, действительно, экспортным проектам добавляли литеры «М» и «Т». Однако после введения порядка присвоения 5 вопросительный знак значных номеров букв больше нет. Почему некоторые индексы с точкой, а некоторые без? В печати встречаются разные вариации, как правильно. Разумеется, правильно без точек. Хотя рубины иногда ставят их своим проектом. Например, проект 955.3, который потом трансформировался в 955.3, или проект 636.3. Как номер меняется после модернизации проекта? Базовый проект корабля, судно или плавсредство обозначается пятизначным индексом, оканчивающимся на ноль, а всем последующим модификациям присваиваются пятизначные номера с окончанием от 1 до 9. Есть ли у военных моряков суеверие относительно выбранных цифр? Например, есть версия, что невезение проекта 1941 связанной с номером дата начала ВОВ. Военные моряки вообще не имеют отношения к номерам проектов. Зачастую они могут их даже не знать, в отличие от бортового номера и имени корабля. Почему нет красивых номеров? На самом деле они есть, только в формате 07770-02-220-Т. Д. Часть из них уже присвоена, однако до сих пор своего часа ждет номер 06660. Какие есть необычные истории о присвоении номеров, выходящие за пределы нормы? К счастью, в этом процессе все строго регламентировано и никаких нештатных ситуаций не возникает. 17 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.